Как начать продавать на Сбер Мегамаркет? Разберем в этом видео. Поехали! Всем привет! Я Владислава. Сбер Мегамаркет – это новый формат интернет-торговли в России. Онлайн-платформа, соединяющая товары и покупателей. С помощью данного маркетплейса вы сможете продавать свои товары еще быстрее. В данном видео мы обсудим с вами особенности, преимущества Сбер Мегамаркет, схемы работы с ним, настроим интеграцию данного маркетплейса и интернет-магазина, который создан на платформе Адвантшоп. В чем же особенности Сбер Мегамаркет? Сбер Мегамаркет насчитывает более 15 миллионов уникальных посещений в месяц, имеет более 8 тысяч продавцов, имеет пункты выдачи в более чем тысячи городах и имеет более 5 миллионов товаров на сайте. Давайте разберем основные преимущества данного маркетплейса. Первое – это гибкая система выплат. Имеется три варианта графика выплат. Второе – вы сами решаете, что и по каким ценам вам продавать. Маркетплейс не ограничивает вас в вашей ценовой и продуктовой политике. Можно хранить товары как у себя, так и на складе Сбер Мегамаркет. Помимо этого, Сбер Мегамаркет предоставляет инструменты продвижения. Вы можете установить повышенный кэшбэк на товары, динамическую цену, а также участвовать в акциях или создавать свои. Простая комиссия. Имеется фиксированная ставка по категориям, и оплата идет только за выкупленные заказы. Давайте поговорим теперь поподробнее о комиссии. Комиссия варьируется от того, в какой категории находится ваш товар. Например, выгодно продавать электронику и строительство и ремонт, так как там комиссия от 2%. Менее выгодно продавать одежду, обувь и аксессуары, так как комиссия начинается от 12%. Существует 4 схемы работы с данным маркетплейсом. И первая – это витрина плюс доставка. Ее смысл заключается в том, что продавец хранит товары у себя на складе, сам упаковывает заказы, а доставляет уже их в маркетплейс. Данную схему можно подключить, если продавец работает как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Витрина плюс фулфилмент. Продавец не участвует в логистике вообще. Товар хранится на складе Сбер Мега Маркет, сотрудники площадки собирают его, доставляют покупателям. Это подходит для тех, у кого нет финансовой возможности арендовать или приобретать склад, или для тех, у кого уже большой поток заказов, и самостоятельно они не справляются с ними. Третья схема работы – это закажи и забери. Покупатель сам забирает товар из магазина продавца. Он бронирует товар на маркетплейсе и забирает его из магазина. У данной схемы есть свои плюсы. Это возможность лично пообщаться с покупателем, узнать свою целевую аудиторию, также сделать до продажи. Помимо этого, не нужно тратить время и деньги на упаковку и доставку товаров. Доставка силами продавца. В данной схеме все ложится на плечи самого продавца. Он хранит товары у себя на складе, затем сам их собирает и отправляет покупателям или в пункты выдачи. Плюс данная схема работы в том, что продавец полностью контролирует процесс, скорость, качество доставки, а также это тоже общение с покупателями и изучение своей целевой аудитории. Что же нужно для подключения или для того, чтобы выйти на данный маркетплейс? Вы должны быть оформлены как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Помимо этого, у вас должна быть возможность продавать товары физическим лицам. Вы должны иметь службу поддержки, чтобы у покупателя была возможность связываться с вами и согласовывать детали. Также вы должны собирать и доставлять заказы покупателям самостоятельно или с помощью транспортных компаний. Давайте перейдем к настройке модуля интеграции со Сбер Мегамаркет. На платформе Advanced Shop можно настроить интеграцию Сбер Мегамаркет и вашего интернет-магазина на данной платформе. Это позволит вам продавать товары на Сбер Мегамаркет гораздо быстрее. Подключив его, все заказы с маркетплейса будут приходить в административную панель вашего интернет-магазина. Вам больше не нужно переключаться между площадками, а найти любой заказ можно в пару кликов. Настройка включает в себя четыре этапа. Настройка на стороне магазина, настройка в сервисе Сбер Мегамаркет, обработка заказов и прохождение тестирования. Далее мы разберем каждый из этих пунктов подробнее. Настройка на стороне магазина. На платформе Advanced Shop можно настроить интеграцию Сбер Мегамаркет и вашего интернет-магазина на данной платформе. Это позволит вам продавать товары на Сбер Мегамаркет гораздо быстрее. Подключив его, все заказы с маркетплейса будут приходить в административную панель вашего интернет-магазина, и вам больше не нужно будет переключаться между площадками, а найти любой заказ можно будет в пару кликов. Как же настроить интеграцию на стороне магазина? Мы переходим в раздел «Модули», после этого в «Магазин модулей» и вводим Сбер Мегамаркет. После этого нажимаем кнопочку «Установить». Пока идет установка модуля, скажу, что модуль поддерживает интеграцию со Сбер Мегамаркет только при работе по стандартной схеме. Подробнее о данной схеме вы можете узнать из статьи по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Наш модуль установлен, но он пока еще не активен, поэтому мы нажимаем кнопочку «Активность модуля», чтобы его активировать. И для работы модуля нам необходим файл в формате YML. Для этого мы перейдем во вкладку «Экспорт товаров». Мы выбираем определенные категории или все товары. Чтобы у вас появились, соответственно, эти категории, вам необходимо следовать инструкции, то есть вам необходимо выгрузить данные товары в платформу и в ваш интернет-магазин. Я оставлю инструкцию в описании под видео, как это делается. После этого нам необходимо перейти на вкладку «Параметры выгрузки» и в параметрах выгрузки прописать все необходимые настройки. Интервал запуска, время запуска, имя файла, наценка и, соответственно, имя – это обязательные пункты. И так далее. Настройка доставки, настройка ценной валюты и настройка товаров. Подробнее о всех пунктах настройок выгрузки и формирования файла YML вы можете ознакомиться по инструкции, которую я оставлю также в описании к этому видео. Мы выбираем, соответственно, категорию «Аксессуары» и категорию «Один» и нажимаем «Экспортировать». Данные успешно экспортированы, и после этого мы с вами переходим в «Настройки». Здесь мы прописываем, есть ли тестовый режим. Если да, то мы ставим галочку. Далее объединять товары в заказе с одинаковым артиклом в один. Если настройка активна, то в случае, если в заказе со стороны Сбер Мегамаркет есть товары с одним и тем же артиклом, то товары объединяются. В качестве идентификатора товарного предложения используется. Эта настройка позволяет выбрать один из двух параметров. Первый параметр – это идентификатор модификации. Это идентификатор модификации товара, который хранится в базе данных. Вариант полезен, когда артикул у товаров пересекается с их идентификатором, потому что в заказе может подтянуться не тот товар. Следующее – это артикул модификации. Артикул модификации товара, который может использоваться в том случае, если он содержит только латинские буквы и цифры. Длина артикла должна быть не более 20 символов. Метод создания, отправления и метод отмены лотов у нас уже, соответственно, автоматически прописались, и они нам пригодятся для настройки в сервисе Сбер Мегамаркет. Авторизационный токен пока мы также прописать не можем, потому что у нас еще не настроено на стороне сервиса Сбер Мегамаркет. Теперь рассмотрим настройку в сервисе Сбер Мегамаркет. Для регистрации в Сбер Мегамаркет необходимо перейти по ссылке, которую я оставлю в описании, нажать на кнопку «Зарегистрироваться» и заполнить форму регистрации, которую вы видите на слайде. После заполнения данных отправить данную заявку и с вами свяжутся после того, как обработают ваши данные. После того, как вас подключат к сервису, вы сможете авторизоваться в вашем личном кабинете. И далее перейти в пункт меню «Настройки» и «Магазины». В открывшейся странице перейти в «Магазин». В строке «Ссылка на фид номер 1» разместить ссылку вашего YMail или XML файла, который вы сформировали на стороне вашего интернет-магазина. Далее необходимо перейти в «Настройки» и «Интеграция по API». Скопируйте авторизационный токен и разместите в настройках модуля на стороне магазина. Это показано на слайде под номером 1. Далее в полях «Метод создания и отправления» под номером 2 и «Метод отмены лотов» со стороны «Сбер Мегамаркет» под номером 3 вставьте туда URL из настроек модуля в магазине. Данные URL автоматически были сформированы при установке модуля. В целом на этом основные настройки модуля завершены. И далее мы рассмотрим, как обрабатывать заказы. После оформления заказа на сайте «Сбер Мегамаркет» через некоторое время заказ появится в магазине. На странице заказов в нижнем правом блоке появится блок «Сбер Мегамаркет». Он отмечен у нас красной рамкой, в котором вы сможете управлять различными действиями. Подтвердить или отменить заказ, скомплектовать заказ, подтвердить отгрузку, распечатать этикетку. После этого заказ будет передан клиенту, и вы сможете получить деньги за вычетом комиссии «Сбер Мегамаркет». В личном кабинете «Сбер Мегамаркет» вы также можете следить за заказами. Это показано на нашем слайде. Прохождение тестирования. После того, как основные настройки модуля произведены, чтобы приступить к обработке заказов по API, вам нужно пройти тестирование. Сервис «Сбер Мегамаркет» вам предоставит тестовую витрину и личный кабинет. Вам нужно будет выполнить три задания по обработке заказов. И если они завершатся корректно, далее «Сбер Мегамаркет» подключит работу по API на основном сайте. Для получения доступа к тестовому API вам нужно оставить заявку вашему менеджеру в «Сбер Мегамаркет». Перед началом прохождения тестирования на стороне модуля «Сбер Мегамаркет» в меню настройки вам нужно будет активировать режим «Тестовый режим». И далее с вами свяжется сотрудник по прохождению тестирования API и вам пришлют примерно следующие данные по тестовой среде, которые представлены на слайде. Этапы тестирования проходят последовательно. После каждого из них нужно сообщать информацию специалисту «Сбер Мегамаркет», что этап пройден успешно. После его подтверждения можно переходить к следующему. После завершения всех этапов специалист «Сбер Мегамаркет» подключает API из вашего кабинета и вам нужно будет поменять API-ключ и отключить в меню настройки на стороне модуля «Сбер Мегамаркет» режим «Тестовый режим». На этом настройки модуля и интеграция «Адвантшоп» и «Сбер Мегамаркет» завершены. На этом наше видео завершается. Мы с вами разобрали особенности, преимущества, схемы работы с маркетплейсом «Сбер Мегамаркет». Узнали, что нужно для подключения, а также настроили интеграцию «Сбер Мегамаркет» и «Адвантшоп» для более легкой работы с заказами. Если у вас будут какие-то предложения по темам для дальнейших видео, то обязательно пишите это в комментариях. Если у вас возникнут вопросы, также оставляйте ваши комментарии. Надеюсь, вам было интересно данное видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч!